Та-дам! Ребята, у меня сегодня день по хозяйству. Вот это вот вся обувь Ванина, которая ему мала. Выбросить эту обувь жалко. Продать ее, разумеется, не продаж, потому что она вся ношеная. В общем, муж у меня нашел верный способ, отдает даром, бесплатно. В общем, он публикует объявление и тут же много желающих отдаем. Ну, а мне взамен нужно Ване что-то приобрести сейчас уже на весну. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я по рабочим делам должна была съездить в Москву. И сейчас я нахожусь на метро Сходнинска. Сходнинска – это у нас крайняя остановка нашего автобуса, который идет в Зеленоград. Потому что Зеленоград, несмотря на то, что это Москва, все-таки нужно еще ехать до Москвы от Зеленограда час. Как минимум на автобусе. Так, и так как я сейчас уже освободилась, я смотрю, что здесь на Сходнинска уже давно очень не была. Построили большой торговый центр. Называется он Калейдоскоп. Когда-то здесь, знаете, такая история со Сходнинской, не очень хорошая, связана. Мы здесь с мужем 10 лет назад покупали нашу первую квартиру двухкомнатную в строящемся доме. Вот именно на Сходнинской, где-то в пяти минутах ходьбы отсюда, должны были нам построить нашу квартиру. Но, увы и ах, нас обманули. В общем, оказались мы обманутыми дольщиками. 10 лет ждали, пока построят. Построили не здесь, но в другом районе нам дали. Вот там мы ее продали и переехали в Зеленоград. А должны были жить здесь, на Сходнинской. Выбирали долго этот район, он нам понравился по расположению. И вот здесь, на этом месте, где сейчас находится этот Калейдоскоп, здесь раньше был кинотеатр. И я здесь, я даже не помню, сколько я по времени здесь не была. Я даже не увидела этот момент, когда здесь вместо кинотеатра вот такой вот центр возник. В общем, зачем я иду в этот торговый центр? Баня растет. Растет не по дням, а по часам, не по часам, а по дням. Я не знаю, как это правильно сказать, но, в общем, очень быстро он растет. И вся обувь, которая у него есть, она ему практически вся маленькая. Даже та, которую мы покупали в начале года для школы. Футболки все маленькие. То есть, он мало того, что вытянулся, он еще и поправился. То есть, даже если брюки ему по росту хороши, но они ему уже не сходятся в талии. Вот, поэтому я приехала, сейчас посмотрю, что здесь есть интересного. Обувь посмотреть, футболки посмотреть. Ну, и вам, соответственно, показать, что здесь есть интересного. И так вот, таким вот образом выглядит этот центр. Называется он Калейдоскоп. Вижу, что здесь есть Глория Джинс, H&M. Как раз-таки то, что мне нужно. Центр, я смотрю, очень большой. Ну, вот знаете, практически все центры в последнее время, они похожи один на другой. То есть, обязательно практически в каждом центре есть литуаль. Кстати, нужно зайти себе подводку купить. Практически везде есть вот эта вот сеть кари. Кстати, ни разу толком не смотрела, что здесь и как. Может быть, здесь какие-то можно сейчас туфли для школы посмотреть в ванне и вану. Здесь как ботинки, в то же время как кроссовки сделаны. Мне кажется, удобное должно быть. Две пятьсот. Ну, как-то как это, как резина. Наверное, может быть, резина снаружи и есть. Но смотрится симпатично. Так, а где же здесь мальчики? Так, здесь кроссовки. Какой размер конечный? О, до тридцать девятого. Это кроссовки. Ну, вот, типа, школьные туфли. Но они, конечно, жесткие такие. Сколько такие стоят? Две девятьсот девяносто девять. Перечеркнутые. Вот, кстати, тоже. Две сто девяносто девять школьные. Литуале распродажи, смотрю. Так, а мне вареаль нужен. Вареаль подводка. Здесь очень большой магазин. А вот. Это у нас что? Жидкая подводка. Подводка. Но я карандашами не люблю подводку. У меня своя особенная. Я мучаюсь. У меня, кстати, давно закончилось. Мучаюсь у меня в виде карандаша. И у меня их много. Мне их кто дарил, кто-то, кто еще что-то. Я не могу ими пользоваться. Есть наборчики разные. Вся скидка. Смотрите. На всю скидка 50%. Тени. 25% скидка. Натуральная палетка. А, ну здесь эти такие яркие оттенки. Я если беру себе, то беру нют. Обычно. Лучше типа такого. 749 рублей. Но я тени очень редко пользуюсь. Не знаю почему. Тушь линин Собо. Кстати, кто у меня постоянно про помаду мою спрашивает. Вот из этой серии у меня не помада это, а блеск. Ну, он, видите, цветной. Разный. У меня я не помню, какой оттенок. Его здесь, по-моему, нет. Того, который у меня есть. Но, в принципе, как бы он на губах приблизительно. Одинаково весь смотрится. Цвета этого не видно. Так, ну, а я хочу найти все-таки Вариаль. Где? Где Вариаль? Вариаль я нашла. Вот она, моя любимая подводка. Вот всегда я пользуюсь, потому что у нее мягкий такой наконечник. Вот, кстати, хорошая вещь. Палетка теней для бровей. Очень хорошие здесь оттенки коричневые. А это для век тоже. Я что-то, вот эту фирму, не знаю, что это за фирма такая. Здесь, кстати, все тени, которые я люблю. Нют. Нют, коричневые все. 531 рубль такие тени стоят. Идеи для подарков, смотрите, уже на 8 марта со скидкой. Даже непонятно, что это такое. Набор тоник, вода мицеллярная. 599 рублей. Все упаковано в красивые коробочки. Смотрите, какой большой здесь магазин. Литуаль. У нас в Зеленограде гораздо меньше. Здесь и по ассортименту больше. Ну, правда, повторяется, смотрите, на полках. Видимо, заполнить нечем. Те же самые подарки, которые я сейчас только что там видел. В общем, оказывается, сегодня первый день скидок в Литуале к 8 марта. Так что, если на 8 марта ищите подарки, если вам нужна какая-то такая парфюмерия, то можно прийти сюда. Я сейчас купила на 1000 рублей. Мне дали скидку. В общем, чек дали. Если следующий, с 15 марта покупаете на 3000 рублей товар, то 1000 рублей вам скидка. Выгодно. Можно что-то купить. Так, ладно. В Литуале я планировала зайти за шла. Теперь идем с вами дальше. Здесь около 3 этажа. Давно я не была в магазинах. Наконец-таки можно спокойно походить, когда тебя никто не торопит. Ты никуда не торопишься, никуда не опаздываешь. Ходишь в свое удовольствие. В этом каре, видите, здесь даже уже показана, показана вот эта, оказывается, новая коллекция. Мужская для школы. Ну, в принципе, напишите, кстати, как вы считаете, насколько важна для мальчиков в школе новая коллекция, не новая коллекция. Учитывая то, что максимум, сколько будет ходить в обуви ребенок, это, ну, месяца 4, наверное, 5. Может быть, кому-то повезет. Год проходит в этой обуви, потому что он из всей этой обуви очень-очень быстро вырастает. Поднялась на второй этаж. Здесь мой любимый, вон он, H&M. А также Макс Энн Спенсер. Макс Энн Спенсер. Очень хочу зайти. Не знаю, в какую сторону, наверное, в другую. Но сейчас пойду сперва в детский зайду. H&M. Брючки. 899 рублей. Вот эти вот очень симпатичные. Как они правильно называются? Ну, я называю светорок. Легкий. Легкий симпатичный. И вот, чтобы они были вместе с пайетками. Мне говорят, что вы все ему с пайетками берете. А ему нравятся с пайетками. Вот симпатичные. Но маленькие. В общем, Ваня этот, как делаете, индемный, наверное, перерос. Мой любимый Макс Энн Спенсер. Здесь всегда вот такие вот базовые свитера можно найти. Лидер продаж. Купите сейчас. 2 500 такие стоят. Ну, это такие вот хорошего качества. Не разовая вещь, что купил. И потом не надел. А я, в принципе, хочу, чтобы смотреть, что это такое. Какую-то блузочку, может быть, нарядную. Ну, не блузку, я имею в виду, а вот что-то такое. Летнее уже. Вот что-то типа такого плана. Что-то оригинальное. Смотрите, какие веселенькие. 2000 такие стоят. Вот сиреневый красивый цвет. Такие вот блузочки я себе в Макс Энн Спенсере нашла. Сейчас хочу померить их. Все стоят 1999. Но сегодня, если берешь две, то на вторую скидку. Вот первое. Мне нужны на лето легкие-легкие вещи, потому что лето не за горами. Может быть, мы куда-то еще в теплую страну поедем. И, соответственно, нужны вот такого плана какие-то вещи легкие. Но это какая-то что-то расцветка, мне кажется, простит. Это синяя с белым или черная с белым. Нет, ну, скорее синяя с белым, я так думаю. Но, учитывая, что это все-таки летние вещи, да, то есть понятно, что сейчас там с голыми руками неуместно. Но, тем не менее, нормально. Вот это мой любимый цвет, сиреневый. Я его просто обожаю. Она вообще легкая, невесомая, это вискоза. Здесь не знаешь, в какое зеркало встать. Вот в это, наверное, лучше видно. Мне нравится, что у них у всех стойки. Что у них у всех стойки. Но, не знаю, нужно взять две, потому что на вторую 50% скидка. Я знаю, что за такие деньги потом не купишь. Ну что, пришла Ваня за ботинками, ушла с блузками Max & Spencer. Ну, пока такое предложение, летнее, нужно брать, я считаю. Потому что потом уже по такой стоимости ты не найдешь. Ну, а теперь уже все точно, иду за ботинками. Какие красивые платья. Не знаю, что это за сеть. Тысяча одно платье. Очень-очень много платьев здесь. Ну, вот эти они, впечатление на меня не производят. Вот это понравилось. Вот это вот яркое, красное, красивое. Но она, правда, короткая, на стройных девушек. В Глория Джинс смотрите, какие яркие, разноцветные футболки. От 299 рублей. А на мальчиков постарше тренд сезона написано. Я не знаю, что тут за тренд, правда. Но вот это, в принципе, мне понравилось. Футболочка так вот на каждый день. Возьму. Точно такая же есть. Желтая. Ну, что-то желтая Ваня сольется с желтой. Ну, и мне нужны какие-то брючки. Что-то как-то с брюками не очень. Тут что-то, типа, рубашечка. А, это рубашка и есть. Куртка-рубашка такая, я смотрю. 1999. Но мне нужны строгие брюки. Сейчас в школу, вот, на весну. Вот что-то типа вот этого, наверное. 999. Вот такие стоят. Сейчас нужно подобрать по росту. Или вот такие. Вот, наверное, лучше взять на резинке. На резинке Вани попроще. Они так вроде плотные. Странно. 8-9 лет пишут. 134 сантиметра. У меня у Ваньки уже 140. В общем, мне нравится Gloria джинс. Как детский, как подростковый магазин. Вот здесь одежда доступная. Вон, джинсы 900 рублей. Разная платьица. То есть, как бы, для подростков, для детей. Самое оно. В общем, Ванюшку обновила. Сейчас иду, наверное, в спортмастер еще зайду. Посмотрю кроссовки. Потому что что-то вот того, что хочется, я не нашла. Вот, видите, здесь посередине. Как-то, как здесь удобно для жителей вот так вот с детишками прийти. Сразу вот вам, пожалуйста, раз каток. Покатались. Причем, я так понимаю, что здесь вон там посередине тренер ездит. С тренером можно покататься. Надо будет с Ваней сюда приехать. Но с Ваней, опять-таки, я думаю, что в выходные здесь, скорее всего, людей очень много. А в будни у Ваня учеба. А так я смотрю, смотрите, как все ездят. Малыш, что здорово. Спортмастер. Что-то здесь переделка какая-то или еще что-то. Посмотрите, сколько коробок. Вот детские скетчерс. Скетчерс, да? 3,700. Но это, по-моему, для девочек. Что-то какие-то разноцветные. А для мальчиков? А для мальчиков вот неплохие. Они сверху кожаные протекать не будут. Здесь платформа толстая у них. Кеды детские. 3,000 такие стоят. Ну, 2,999-3,000. А больше, собственно говоря, особо ничего и нет. Здесь размеров нет. А, вот такие вот еще есть. Последний размер, что ли, остался. Скидка 50%. 749 рублей. А здесь вообще крайний 34-й. Что-то совсем не порадовал ассортимент в Спортмастере. Размеров нет, моделей нет. Ничего нет. Я думала, сейчас приду, спокойно куплю то, что надо. Ну, пойду, зайду еще в детский мир. Там обычно размеров не бывает уже таких. Ну, сейчас пойду, счастье попытаю. Так, ну, в детском мире уже что-то близко к Тиме. Ну, что-то типа такого. Таких ботинок не надо. Или даже вот таких. Ну, это маленькие какие-то варианты. Какой размер крайний. А, ну, 32-38. То есть, 38-й вот такой есть. Вот эти легкие. Легкие. Платформа большая. Самое главное. Вот эти, кстати. А, ну, эти с дырочками. Эти тоже с дырочками. Сколько? 2000 такие стоят. Ну, белые, конечно, непрактично. Ну, в общем-то, детский мир здесь. Прямо на удивление меня порадовал. Потому что ассортимент хороший. Большой ассортимент ценный. Хороший. Вот, допустим, брюки тоже наподобие, как я Ваню взяла. Ну, тоже точно так же стоят, как и в Глории джинс. Но вот кофточки такие довольно-таки здесь симпатичные. И костюмы спортивные. В общем, по сравнению с последним разом, когда я здесь была, ассортимент я все равно получше стала. Шла домой здесь, как всегда. Сейчас Ваня мне померяет. Все дела, смотри, Вань. Что тебе купила-то? Что я тебе купила? Написано, Ваня, что вот это тренд сезонов. Футболка. Сейчас ее померяешь. Вот такие вот брюки, смотри, для школы. На резинке. Как ты любишь. Вот такую, смотри, веселенькую. Тебе для дома купила. Хайя, может, не для дома. С лисенком. Я что, это буду мерить? Ты же у меня лисенок. Ну, нет, ну ты мне одень просто вот эту футболку. Я, в общем, в Инстаграме провела опрос. Какие лучше купить. В общем, там, конечно, мнения разделились. Но знаете, летом, вот летом, как найдешь. Потому что это очень-очень легкие кофты. Они практически невесомые. Ничего не весят. И со скидкой получается, что одно берешь, а вторая со скидкой 50%. Это очень-очень хорошо. Поэтому взяла обе. Ну, вот это я вам показывала. Смотри, я эту штуку отделала. Оторвал. Эту штуку ты оторвал. Отделал. В общем, там были, Ваня, два варианта. Один с пуговицей, другой без пуговицей. Я решила, что тебе, конечно же, лучше взять без пуговицы. Потому что с пуговицами ты замучаешься. Обувай ботинки. Ботинки такие сейчас. Вот на вот это время они еще такие утепленные. Потому что у нас до апреля месяца еще будет все-таки прохладно. Ты видишь, я тебя с красным купила под куртку. А ты понял, что там они на липучке? Не-не-не, наоборот. Липучку туда, в сторону. В другую сторону веди. Вот туда, да. На липучку, Вань. Там на конце липучка? Я вижу. Во. Модный парень на деревне будешь. Красиво они смотрятся. Мне понравились. А тебе? Я тоже. И самое главное, они легкие. Ну, отойди подальше. Ну, вот смотрите, получилось. Что брюки у него он в школу. Может в таких брюках ходить. Ну, подойди сюда поближе. Ну, футболка это про геймер. Ты видел, что у тебя написано на футболке геймер? Что ты геймер. Ваня геймер. У тебя же этот канал твой называется как? Ваня плей. Ваня плей. А это можно Ваня геймер. В общем, ну я что хочу сказать. Вот эти брюки, подойди сюда поближе, пожалуйста. Что вот эти брюки, смотрите, они ему вот еле-еле вровень. То есть, как бы они по длине ему нормальные. А вообще задом повернись. А вообще 10-11 лет написано на брюках. Типа флиса там что ли, или что-то такое, или меха какого-то. Не очень хорошо видно. А для школы вот такие вот взяла. Написано туфель для школы. Даш, Даш, ну ты-то что хочешь? Ну ты-то что хочешь, родной мой? Ну-ка, сейчас Ваня как справится с ложкой? Да, их, наверное, не надо растянуть. Я еще не смотрела, честно говоря, как их там что. Ну, в общем, вот таким вот образом Ивана я удела сегодня. Немножко приудела. Вот такого вот еще. Ну, может померить сейчас лисенку вот такую? Кстати, полный набор в школу. Полный набор. Не, ну в футболке, разумеется, в такой нельзя. Но сейчас же все равно весна уже скоро. Ну, то есть надо какую-то легкую курточку, допустим. И на футболку. Потому что со всех брюк и со всех футболок, с большинства футболок, то есть у него есть еще какие-то футболки, но из большинства Ваня уже вырос. А туфли, смотрите, как тяжело одеваются. Ну, отойди от меня подальше. Да разносятся что ли? Да не, они тебе вообще не маленькие ни в коем мире. Как они разносятся? Они вообще нормальные. В общем, весь в темном. Надо просто разобраться сейчас с замками. Туфли, оказывается, они обманные, они на липучке, представляете? Они вообще очень удобно одеваются. А, кстати, они так же, как пытаются сниматься. Ну, да. Доволен? Да. Так что вот таким вот образом сегодня прошел мой шопинг. Удачно я сегодня съездила в Москву. Здравствуй, правда. Во-первых, по работе мне очень нужно было. А во-вторых, удачно зашила в магазин. Почему я называю удачно? Поймите меня правильно. Когда ты живешь долгое время в мегаполисе, ты очень не любишь толпу. Во всяком случае, я. Я не люблю приходить в магазины, когда там очень-очень много народов. Обычно ты попадаешь в магазины, когда какие-то выходные дни. Когда выходные дни, в магазинах обычно очень-очень много людей. А я не люблю, когда в магазинах очень много людей. Я думаю, что многие не любят. вот а сегодня на просторе спокойно людей практически никого нет походил все выбрал все что нужно тебе купил причем во многих местах скидки вот в максин спенсер скидки в летуале скидки в детском мире кстати тоже были скидки и неплохие вот эти вот туфли я вообще купила с очень хорошей скидка которые школьные потому что они оставались последний и в школу сейчас уже никто не покупает обувь потому что уже заканчивается школьный сезон а ваня свои туфли они были не очень хорошего качества износил уже износил ну или он носит так он все так носит кстати поэтому вот так вот посреди года даже не посреди а под конец года нам пришлось еще с ним докупать ну а всем как всегда желаю добра удачи позитива спасибо что смотрите и встретимся с вами в следующем блоговом видео пока 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 геймер ты мы убегая от снов и от прожитых лет все равно ты себе не изменишь и от жизни возьмешь только то что тебе даст господь и не больше не меньше а глянись за собой сколько в жизни сплелось сколько судеб к тебе прикоснулась пусть пол жизни прошло как у всех на ось и удача другим улыбнулась поговорим за жизнь